Железная земля Железнодорожный макет по бюджету уже в наличии. Сегодня мы попробуем собрать некий домик-пряник под условным названием «Путевая сторожка» и, конечно, от компании «Умная бумага». Предыдущие серии были посвящены вагону Егоровцу, полустанку Петрушина и водонапорной башенке. Кто не смотрел, обязательно подивитесь. А что «Умная бумага» приготовила нам на этот раз? 3D-пазл из особого картона, включающий 17 элементов. Так от шизи! Но мы не ищем легких путей и, как обычно, хотим докопаться до сути. Вопрос. А что такое вообще «Путевая сторожка»? Оказывается, там натуральным образом жили в давние времена некие путевые обходчики. То есть люди, обязанностью которых было следить за вверенным им путевым хозяйством. Проверять рельсы, их стыки, надежность крепления к деревянным шпалам. В случае обнаружения опасности, обходчик укладывал на рельсы три петарды и бежал в сторону приближающегося поезда, чтобы дать машинисту сигнал об остановке. Примерно вот так. Если же все было хорошо, обходчик встречал приближающийся поезд, вытянув при этом руку с желтым свернутым флагом. За обходчиком закреплялось полтора-два километра пути. Вот что пишет источник. Цитируем. Во времена обходчиков путь представлял собой образец аккуратности и порядка. Словно не путейца, а парикмахеры какие-то его содержали. Все ухожено, откосы выкашены, полотно выровнено на пробор. Каждый пикетный столбик покрашен. Повнизу оконтурен по кругу, выложена звездочка из кирпича, цифры разборчиво прорисованы свежей краской. Сигнальные знаки яркие, нарядные, чинно висят под навесами возле путейских казарм и сараев. Довольно-таки неплохо. Стиль жизни этих людей был крестьянским, и путевые сторожки для них были полноценным жилищем. Как правило, хозяйство путевого обходчика было снабжено штакетником, скамьями, колодцем, небольшим огородом, погребом, яблоневым садом, аккуратно высаженным перед домом, а иногда даже коровником и ледником. Обходчики непременно имели домашний скот и птицу. Благо травы коси сколько хошь по откосам вдоль пути. Таким образом, если говорить о железнодорожном моделизме, модель домика путевой сторожки от умной бумаги позволяет моделисту проявить свою фантазию и развернуть на макете целое крестьянское подворье. Кроме того, умная бумага предлагает два разных домика на выбор, кирпичный или деревянный. На макете мы используем кирпичный, но в ролике для разнообразия покажем деревянный. Итак, приступаем к сборке пациента. Погналы! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просто великолепно! Умная бумага ТОПЧИК! Особую привлекательность домику-прянику придает объемные текстуры на внешней поверхности. Несомненно, модель будет отличным дополнением к ландшафту близ железнодорожных путей в самом ходовом масштабе 1 к 87. Важно, что для сборки джентльмену не понадобятся ножницы и клей. Все детали уже вырезаны и соединяются друг с другом с помощью тщательно продуманной системы замков. Это особая фича умной бумаги, причем сам принцип соединения деталей запатентован. Более того, наигравшись, можно разобрать модель и хранить детали вместе с инструкцией до следующей сборки. Получается это и игрушка, и модель, и конструктор. Три в одном. Немаловажно, что практически у всех изделий умной бумаги есть свои прототипы. Наша сторожка не исключение. Смотрите, натурально тот самый домик и даже номер 71, как у нашей модели. Это Балагоя-Полодская линия Октябрьской железной дороги, 71-й километр. Недалеко от бывшей станции Горовастица. Потрясающе. Сейчас джентльмен по обыкновению спросит, а как там насчет ложек дегтя? Увы, дегтя немерено. Видите ли, подобных сторожек уже почти не встретить. Они исчезают, как водонапорные башни из предыдущей серии, поскольку сама профессия путевой обходчик в ее изначальном виде стала угасать, начиная с 60-х годов прошлого века. Прогресс с железобетонной рельсошпальной решеткой, безстыковыми путями, вагонами путемерами и дефектоскопами указал ей, фигурально выражаясь, на дверь. Но здания оставались в пользовании тех, кто в них жил, пока последний жилец не покидал этот мир. Затем судьба путевых сторожек была следующей. Одни были разобраны, другие развалены, третьи продолжали стоять, зияя пустыми оконами и дверными проемами. Некоторые из них путейцы попытались приспособить для обогрева и складирования инструментов, но и от них теперь мало что осталось, а жаль, опустили без них перегоны. Поэтому сам факт, что компания «Умная бумага» выпускает такие вещи, вызывает уважение к ним, ибо ребята сохраняют историю и радуют, что стоимость большинства изделий очень демократична. Пройдите по ссылке в описании на сайт «Умной бумаги», убедитесь в этом сами, заказывайте наборы для сборки и стройте свои макеты. Это отличный способ скрасить серые будни. Итак, джентльмены, макет наш почти готов, осталось совсем немного. И нам хочется вас спросить, а нужно ли было сохранять на перегонах железных дорог путевые сторожки, тратя на это деньги? Если да, то в каком качестве их можно юзать сейчас? Благодарим за ответы, а также за то, что подписались на наш канал. И, конечно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!